Есть такая пословица – от малого спасения – великое спасение. В современном мире нас поджидает множество опасностей. Чтобы не случилось беды, с детьми нужно говорить о безопасности. И этот вопрос на особом контроле у спасателей. По инициативе начальника Минского городского управления МЧС Виталия Суши в каждом районе столицы были организованы тематические мероприятия для воспитанников детских домов. Вместе с героями мультсериала «Спецотряд 112» ребята отработали алгоритм вызова службы спасения, примерили боевую одежду спасателя, узнали о пяти шагах спасения, а также попробовали себя в роли водителя пожарной машины, прокатившись на детском электромобиле МЧС. К сожалению, сегодня не все дети окутаны родительской заботой. И тогда на помощь приходит государство. Детские дома, дома-интернаты, дома семейного типа, где за ребят несут ответственность и обучают воспитателей и педагоги. Научить детей безопасности – задача непростая, но делать это нужно с самых маленьких лет, ведь формируется культура безопасности на всю жизнь. Конечно, самое главное при этом – собственный пример взрослого – его безопасное поведение, соблюдение правил, забота, поддержка и защита. Вместе с организацией своего поведения рождается важная проблема – безопасность детей в различных жизненных ситуациях. Окружающий мир постепенно захватывает внимание ребенка. С каждым днем он пытается узнать, попробовать что-то новое. Только правильное поведение взрослого обеспечивает безопасное знакомство с манящей неизвестностью любых предметов. На протяжении многих лет Минское городское управление МЧС ведет активную работу по формированию культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, а достижение высокого результата возможно только при взаимодействии спасателей и педагогов. Не зря в нашей стране МЧС называют Министерством добрых дел. Мы уверены, что самое маленькое проявление доброты стоит больше, чем самое большое намерение. Редактор субтитров А.Семкин